Отопительный сезон в регионах страны должен пройти в штатном режиме. Такую задачу перед губернаторами поставил председатель российского правительства. Сегодня Дмитрий Медведев провел селекторное совещание. В нем принял участие и премьер-министр Чувашской республики. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. В этом году власти регионов работали слаженно. Тепло в жилые дома было подано точно по графику. В нештатных ситуациях пока не возникает, причем подготовка к отопительному сезону в стране началась задолго. Запасов топлива достаточно. По этому показателю мы идем даже с некоторым опережением плана. По состоянию на ноябрь общие запасы угля превышают установленные нормы на 85%. Мазута более чем на треть. Минэнерго эти вопросы в целом контролирует. Накануне отопительного сезона ударно потрудились и коммунальные службы республики. В этом году было отремонтировано порядка 40 тысяч метров сетей теплоснабжения, подготовлено к работе более 900 котельных. Отопительный сезон в этом году в Чувашской республике начат без сбоев. Все тепло в дома подано своевременно. С 1 по 8 октября в всем муниципальном образовании приняты соответствующие нормативные акты. И с 5 по 9 число тепло подано. Каких-либо проблем на сегодняшний день не наблюдается. Болевая точка большинства регионов – долги за потребленные ресурсы. Премьер-министр отметил, что их необходимо сократить в сжатые сроки. Чувашии необходимо покосить 3,5 миллиарда рублей. Проблемы с задолженностью действительно в городах есть, и в Шумерле, и в Алатаре, но тем не менее это не сказалось на сроках пуска тепла. Ресурсоснабжающие организации, конечно, понимают важность ситуации. В любом случае, несмотря на наличие финансовых проблем, население страдать не должно. Ситуацию по задолженности в правительстве республики контролируют. Регулярно ведутся переговоры с кредиторами, подписываются графики покошения, разрабатываются дорожные карты. На злостных неплательщиков подано искипсуд. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.